Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Таджикистане обеспокоены ситуации на севере Афганистана. По прогнозам экспертов, весной вдоль реки Пянш, разделяющей два государства, могут активизироваться боевики радикальных религиозных движений. В начале марта они уже предприняли первую попытку проверить силы таджикских пограничников. Стоит ли ждать новых диверсий и чем готов ответить Таджикистан, выяснял Галим Фасхудинов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало весны на таджикско-афганской границе выдалось по-военному жарким. В первой декаде марта пограничники Таджикистана пресекли попытку прорыва вооруженной группировки. Несмотря на потери, таджикским военнослужащим удалось ликвидировать двух боевиков. Еще семеро успели скрыться. Официальный Душанбе заявил, что группировка принадлежала движению Талибан, но при этом таджикские спецслужбы не пояснили, о каком из отрядов может идти речь. Под флагом талибов сегодня действуют десятки средних и мелких сил, отмечает эксперт по проблемам безопасности Центрально-Азиатского аналитического клуба Евразийское развитие Джамшет Мамаджанов. Движение Талибан далеко не мало на силу. Внутри Талибан есть группировки самых разных радикальных организаций, и не все они пуштунские. Под знаменами талибов воюет определенная часть боевиков исламского движения Узбекистан. Там есть боевики, запрещенные в Таджикистане террористической структуры Джамад-Ансар-Улох. Внутри этих двух группировок немало выходцев из стран Центральной Азии. Не имея информации, экспертам сложно сказать, чем руководствовались боевики, идя на прорыв границы Таджикистана в начале марта. Возможно, боевики решили испытать на прочность таджикистских военных. Возможно, они прокладывали дорогу наркоконтрабандистам. Не стоит исключать, что с наступлением весны, с открытием горных троп, действия боевиков близ границы Таджикистана активизируются. На фоне тревожных прогнозов экспертов, власти Таджикистана предпринимают беспрецедентные меры для усиления охраны южных рубежей страны. Весной власти ввели в строй новые заставы, тем самым увеличилась плотность охраны рубежей, усиливается и личный состав зеленых фуражек. В марте при таджикском пограничном ведомстве заработало специальное разведывательное подразделение, рассказал командующий пограничными войсками Таджикистана Раджибали Рахмунали. Мы реформируем пограничные войска, более усиливаем именно условия службы на контрактной основе. Создаем новые подразделения для того, чтобы более эффективно охранять государственные границы. В экспертном сообществе в Таджикистане очень обеспокоены сообщениями о появлении на севере Афганистана эмиссаров исламского государства. Аналитики в Душанбе, в частности, опасаются возможного перехода отрядов движения «Талибан» под черные знамена ИГИЛ, запрещенные в Таджикистане. Вот что, в частности, говорит директор Центра исследований Афганистана и Центральной Азии, доктор исторических наук Касымшо Искандаров. Не случайно некоторые афганские эксперты называют «Талибан и ИГИЛ» две стороны одной монеты. Конечно, пока «Талибан и ИГИЛ» конкурируют за лидерство среди радикальных сомистов в Афганистане и Пакистане, но в будущем опасность усиления влияния ИГИЛ в Афганистане и вероятность союза с «Талибан» существует. Идеология ИГИЛ самая разрушительная и опасная. Деятельность ИГИЛ на границе со странами Центральной Азии не может не оказать влияния на рост радикальных настроений среди молодежи центрально-азиатских стран. Возрастает риск перехода радикально настроенных представителей молодежи в Афганистан и присоединения с ИГИЛ. Таджикские эксперты со ссылкой на информацию своих кабульских коллег отмечают, что в северных афганских провинциях действует несколько лагерей по подготовке боевиков. Там, в частности, работают с выходцами из постсоветских стран Центральной Азии. В оценке численности радикальных сил вблизи реки Пянш эксперты разнятся. По данным представителей Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, на афганском севере находятся до 5000 боевиков. Независимые эксперты не исключают, что их в два раза больше. Вот что, в частности, говорит исследователь проблем Афганистана, независимый аналитик из Душанбе Касымбик Мухамедов. Некоторые представители правоохранительных органов Афганистана, приближенные к властям в Кабуле, эксперты называют даже цифру до 10 тысяч боевиков в северных районах Афганистана. Эксперты и некоторые политики, которые родом из северных районов Афганистана, считают, что сегодня реально в северной части Афганистана находятся от 7 до 8 тысяч боевиков, которые представляют угрозу не только для Афганистана, но и для центральноазиатских стран, и они конкретно называют направление их возможного проникновения, движения, это Таджикистан. Протяженность таджикско-афганской границы 1344 километров советские годы. Эти рубежи охранялись силами 25 тысяч советских военнослужащих. К тому же их прикрывала военная авиация после распада СССР. В течение 14 лет ответственность за южные рубежи Таджикистана несла оперативная группа пограничных войск России в составе 18 тысяч штыков. Сейчас численность таджикских зеленых фуражек, несущих службу здесь, составляет 16 тысяч человек. При этом военнослужащие Таджикистана находятся в постоянном информационном контакте с российскими коллегами с командованием 201-й военной базы России в Таджикистане и оперативной группой советников пограничной службы ФСБ. Но возвращение на границу российских пограничников даже не обсуждается, сообщил командующий пограничными войсками Таджикистана генерал Раджибали Рахмунали. Действительно мы с ними в тесном контакте работаем. Но сегодня официально мы не слышали о том, что они хотят именно возвращаться на границу. Сегодня от республики Таджикистан пограничные войска в силе охранят свои государственные границы. В марте на юге Таджикистана прошли таджикско-российские военные учения. Они стали самыми масштабными за все время сотрудничества Душанбе и Москвы в оборонной сфере. В тренировках приняли участие до 40 тысяч человек, включая резервистов. Стороны задействовали также более 900 единиц тяжелой техники и российскую фронтовую авиацию. В ходе маневров командование решило несколько задач. Главной из них стало создание и проверка так называемых сил сдерживания на случай чрезвычайной тревоги на границе. Вот как оценил важность проведения весенних учений командующий мобильными войсками Министерства обороны Таджикистана Мирали Рахмат Зуда. Всем известно, что на нашей границе Таджико-Афганское сейчас обстановка очень сложная. Мы знаем, какие мероприятия проводятся там сейчас. Поэтому замыслы учений приближены к боевым. Весной слаженность действий применительно к возможному сценарию событий на границе отработают и силы ОДКБ. В минувшем году было заявлено, что ОДКБ способно в течение трех суток направить для локализации пограничного конфликта в Таджикистане хорошо подготовленные и оснащенные подразделения военнослужащих. Это могут быть коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ, в составе которых 11 батальонов, или коллективные силы оперативного реагирования, а это уже 22 тысячи военнослужащих элитных формирований вооруженных сил и отрядов специального назначения. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.